Всем привет! Встречаю вас вот в такой вот зимней атмосфере. Посмотрите, мороз, солнце, день чудесный, как говорится. Опасаясь, вытащила айфон, чтобы хоть что-то снять. Для вас начинаю я влог сегодня с прогулки. Бусинка у меня сейчас в колясочке вранительской лежит. У нас это Annex Sport старенький. Вот, в люльке её вытащила. Мы пока что в ней всё равно еле-еле, конечно, помещаемся. Но спать у нас тут получается. Сейчас мы с мамой пойдём в Fixed Price. Если получится, я вам что-нибудь поснимаю. Что там интересненькое есть. На улице, конечно, Дубео-Холодео. Но я думаю, если мы сейчас так быстренько прогуляемся, то будет, в принципе, и ничего. Вот такой вот в итоге лабиринтик мы взяли для бусинки. Она уже его изучает, все тут бусинки. Выглядит как самолётик. Здесь у него есть пропеллер. Разные вот такие вот бусинки. Только надо обращать внимание, обязательно проверять в коробке, чтобы вот это было не отломано. Видела, в некоторых игрушках отломано. И ещё он вот так вот делает. Смотрите, тут можно потянуть за рычажок, отпустить, и пропеллер будет крутиться. Енка сейчас изучает. Её сразу же игрушка заинтересовала. Она у нас такой любит, да, Енка, перебирать. И даже на постарше, мне кажется. Будет прикольно в него поиграть. Как раз тоже для мелкоматорики. Видите, разные маленькие бусинки. У нас как раз Еночка такой очень-очень любит. Да, малышка. Всё, оставляем играть. У меня уже включение с кухни. Смотрите, какую сковороду. Большую, мощную, она такая тяжёленькая, прямо плотненькая. Мне подарили родители на Новый год. Она толстая, толстая, прямо вот, посмотрите. Толстенючая. И лучше всего покупать посуду, мне кажется, толстую. Потому что как-то я купила не очень толстую сковороду, и она у меня буквально, буквально, буквально вот здесь вот прохудилась. В общем, сковородка вроде выглядит добротно, классно, чётко. К ней ещё и крышечка есть в комплекте, чтобы, да, закрывать. Но единственный момент, то, что она светлая. Я не очень люблю вот такую вот светлую посуду. Именно в плане, на которую надо готовить. Потому что она часто темнеет. Чё-то на ней как-то всё не то остаётся. Но думаю, что буду с ней хорошо управляться. Что значит у нас здесь написано? Это индукционная. Индукционная, короче, это у нас сковородочка получается. Здесь написано, допускается использование в посудомоечной машине в щадящем режиме. Ну, я, в принципе, всё мою в щадящем режиме. То есть я всю посуду мою на эко, по-моему, режиме. Но, наверное, эту не буду мыть, эту сковородку не буду мыть в посудомойке. Потому что здесь вот такая вот деревянная ручка. И мне кажется, что ей будет бобо. Вот. Так, в принципе, такая вот классная сковородочка у меня теперь появилась. Вообще, хотелось бы ещё обновить, конечно же, всю посуду. Но на этот год я такие планы не ставлю. Потому что и так много-много всяких затрат будет. А вот в следующем году обязательно я просто займусь тем, что буду скупать всю красивую, классную, удобную посуду. И свою кухню обновлять. А так, в принципе, я считаю, что посуда, разные сковороды, кастрюли, всё такое, это просто супер подарок. Люди, которые уже живут отдельно с родителями, у которых есть семьи, дети, которые любят готовить, это супер класс. Супер класс подарок. А у меня на кухне со мной моя помощница. Вы посмотрите, как мы наряжены. Такое у нас редко бывает. Мы в штанишках, в носочках, в бодике. Да, она уже на меня зарезает, малыха. Где? Сайка. Короче, в полном обмундировании. Дело не в том, что у нас дома холодно. Хотя, на самом деле, сейчас уже попрохладнее дома за счёт того, что сейчас мороз на улице, там что ли, 30 градусов. Вот. Просто она сейчас ползает очень активно. И она стирает себе коленочки. Они у нас так краснеют, что мне этого прям вот не хочется видеть. Поэтому я и штанишки нацепила. Штанишки, кстати, вот эти вот, мне сшила мама. И к ним ещё есть такая вот кофточка. Фотку прикреплю вот здесь вот, вот, на свою ладошку. Вот. И, в общем, очень милашно всё это смотрится. В принципе, даже они с этими олежками ничего так нормально сочетаются. Мы достаточно модёвы. Ещё мы друг к другу в тему. Смотрите, у меня клетчатые штанишки. И у Бузки тоже клетчатые штанишки. В общем, она на кухне моя помощница, помогает мне. А я сейчас буду доготавливать ужин. И ждём мы папу домой. В общем, вот так вот моя сковородочка выглядит здесь. Виновенькая. Посмотрите, у нас здесь курочка жарится. Куриный филет. Просто сначала я его в яички, короче, обваливаю. Потом в муке со специями и солью. И вот сюда на сковороду выкладываю. С двух сторон обжариваем. И курочка получается изумительная. И очень быстро, короче, всё готовится. На горнях будет картошка. И ещё я суп отварила. Помощница моя, как видите, тут как суд, помогает мне разгружать посудомойку. Это её вообще любимое занятие. Вот так вот встать и смотреть. Чё тут мама делает? Чё у неё тут нам это? Проверять, короче, качество мойки, да? Качество мойки, скажи, проверяю. Тут всё ли нормально. Вроде всё ничего. Да? Ёмка, какой твой вердикт? Короче, разгружаю сейчас посудомойку, чтобы её заправить обратно. Уже после готовки. Ты седы. Ой, сейчас поедешь у меня на этой посудомойке. В общем, я там доготовила. Решила, что можно себя наградить остатками богатой после новогодней жизни. Поесть бутербродики с икрой. Вот такая вот роскошь. Конечно, пора уже забывать эту богатую жизнь, переходив в нормальный режим. И переставать есть икру на что-то попроще там. На огурчики, на солюненькие, например. На что-то домашненькое. Но, в общем, вот такие вот новогодние остаточки. Какие-то остатки новогоднего настроения. У нас пока что есть в виде икры и в виде остатка сладких подарков. Поэтому, вот, сейчас вкусненько кушаю. Девчонки, ещё хотела спросить вас, что вы думаете по поводу печенек. Есть ли какие-то печеньки с таким прям классным составом, без сахара, например. Потому что вот и мы покупали до этого фрукта, не Аню, да. Хотела я бусики подавать, посмотрела. Отметка 6+, думала, наверное, без сахара. И Аняка там, кстати, тоже пальчик подарила. 5+, вот тут вот отметка, думала, тоже, наверное, без сахара. Это нам тоже подарили печеньки, когда я вырасту. Вот. Они, оказывается, все с сахаром. После года, то есть, планируем мы где-то уже давать Юнке какие-нибудь сладкие вещи, сахары. То есть, в принципе, я вообще ничего против сахара не имею. Вообще, я считаю, что не надо из себя делать миндальную мамочку, да. То есть, там, полностью ребёнка лишать, там, всякого сладкого, жареного и так далее. Но в определённом возрасте. То есть, когда уже время подойдёт, когда оно уже подрастёт, конечно же, мы будем ей давать всякие, там, сладости какие-то. Но, конечно же, в ограниченном количестве. Понятное дело, чтобы это не переходило в какие-то рамки дозволенного. Тем не менее, я ничего против сахара не имею. Но до года бы мне хотелось всё-таки выбирать какие-то, там, печенье или сладости, или вкусняшки, угощения более правильного состава. Если это возможно. Поэтому, если у вас что-то есть, на ум приходит, то обязательно напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что печеньки мы ищем. В принципе, как видите, пачка почетая. Я ей пару печенек давала, ничего страшного вроде не произошло. Нас не обсыпало. Ничего такого не случилось. Вот. И, как бы, наверное, я ей докормлю эту пачку. Но вот так вот, чтобы я в постоянку покупала, нет. Будем всё-таки ждать годика, да, чтобы уже там сахарочками-то и баловаться. Но, опять-таки, я давала печеньку, то есть, за раз в день. Не так, чтобы я прямо ей, там, их друг за другом давала. Юньке, конечно, очень понравилось. Но вот такой вот момент, что здесь есть сахар. Хотя, пометка 5+. Не знаю, почему. И ещё одно разочарование. Это вот эта вот каша. Я покупала каши Хайнс безмолочной. И рисовую, и кукурузную, и гречневую, и овсяную. И они все были без сахара. Здесь много зерновая каша. Я подумала, ну, что такое? Она тоже безмолочная, да, там. Наверное, тоже должна быть без сахара. А не тут-то было. Оказалось, что кашка у нас с сахаром. Вот. Тоже вот такое вот расстройство у меня пустило. Так что будьте внимательны. Не факт, что вот из этой серии, да, безмолочных каш все без сахара. На самом деле есть кашки и с сахаром, и с добавками. По-моему, там тоже они сахар добавляют. Поэтому подходят для малышей. Если, конечно, против сахара, если вы не хотите такое отдавать, то вот такие вот берите, короче. Обязательно, чтобы была пометка без добавления сахара и соли. 4+. Типа начинаем прикорм. Но на самом деле мы их до сих пор, вот 9 месяцев мы до сих пор их кушаем, эти каши. Просто я побольше порцию ее накидаю. И, в общем, с утра мы такие кушаем. Позже будем искать хорошие молочные каши, может быть. Может быть, какие-то другие каши. Может быть, даже я ей буду просто обыкновенную овсянку варить. Почему бы нет? Потому что она сейчас у нас уже на кусочки переходит. Ну вот, если что, обращайте внимание, что вот такая вот многозерновая кашка, хоть и безмолочная, но она все-таки у нас с сахаром. Еще один продукт, который мы стали вводить, это вот такие вот творожки, да, творог детский. Ну, он такой, что-то средний между йогуртом и творогом получается. В общем, я взяла огушу по составу здесь. Что у нас по составу, дорогие мои? Состав молоко и закваска. Ну, как бы состав меня, короче, порадовало. Мне показалось, что все должно быть с ним хорошо. В общем, взяла я такие огушки. Едим без аппетита. Я пробовала и так ей просто давать пару ложек. Ну, пару ложек она ест. Пробовала и с фруктовым пюре давать. Все равно две ложки, как бы, и на этом останавливается. Дальше ей почему-то эта молочка не заходит. Будем давать, будем пробовать. Надеюсь, что в конце концов она распробует. Ну, да, кисленькое такое есть после вкуса. Я сама, конечно же, попробую этот творожок. Но в целом мне он показался даже приятным. А с фруктовым пюре так вообще лепота. Но Юнка пока что у нас не распробовала. Пока ждем Дениса, решила показать вам вот еще какое чудо у нас появилось. Это модульный коврик. Вот в такой вот упаковочке он был. Это нам подарила моя подружка Аня. В общем, этот коврик необходим для того, чтобы малыш по нему ходил, что-то как-то упражнялся. И, соответственно, его стопа более правильно развивалась. Как видите, здесь есть самые разные поверхности. Да, ей даже вот такая вот выпуклая. Вот такие вот интересные какие-то рельефные узоры здесь. Все это прорезинованено. Коврик весь резиновый, легко моется. Приятные такие постельные оттенки у него. А, конечно, мы еще пока с Юночкой не ходим. Поэтому она пока вот только ручкой может все эти пупырдышки изучать. Но впоследствии я думаю поставить его вот сюда вот. Как раз-таки напротив телевизора. Предполагаю, что у Тумбы Юночка будет привставать. Или у стола. Не знаю пока у чего точно будет размещаться этот коврик. И она будет по нему ходить. Более того, здесь также есть вот такой вот QR-код, по которому еще есть упражнения, которые необходимо делать вот на этом коврике. Игрушка классная такая. Она вот, видите, с заделом даже на будущее. Дети здесь уже такие взрослые нарисованы. То есть понадобится она нам, наверное, долго. Да даже самой приятно вот так вот потрогать. Мне самой хочется по нему пройти. Пока только разложила, да, еще по нему не ходила. Но мне кажется, вообще такое приобретение интересное. Вот Юн пока пузом его изучает этот самый коврик. Будем, в общем, смотреть. Кисю она свою сюда принесла, про которую я тоже вам рассказывала. Так вот у нас. Раз уж мы заговорили о подарках, покажу еще несколько наших подарков. То, что нам подарила тетя. Это, конечно, еще такая ранняя штучка для нас. Как вы могли понять, это вот такое вот поле, да, как здесь нарисовано, по которому надо малышам танцевать своими ножками. Вот здесь вот включается, есть динамик, да. Сейчас мы включим. И если нажимать, ну, предполагается, что это ногой, то тут будут разные мелодии. То есть ребенок может топать, топать, топать. И у него что-то будет получаться какая-то музыка. Плюс им здесь есть вот такая вот фоновая музыка, под которой можно топать, да. И там что-то как-то менять. И еще вот такая вот. Э. А, типа ты должен, наверное, повторять. Надо, наверное, понять, какие звуки чего. И вот так вот проделать. Не знаю. Надо будет почитать еще инструкцию. Вот сейчас пока Юнка, конечно же, по ней никак топать не может. Потому что мы еще не стоим и не ходим уж тем более. Вот. Пока есть только ладошками. Но у нее тоже сил не хватает. Потому что тут надо достаточно сильное нажатие иметь, чтобы вот все-таки включить эти кнопочки. Поэтому это такая у нас игрушка на будущее. Еще нам подарили вот такое вот пианино. Но дело в том, что я тоже очень хотела Юнки пианино. Да, она уже тянется. Она вообще фанатка всяких музыкальных штучек. Я тоже хотела Юнки пианино. Поэтому я и до этого покупала. Но поменьше. Ой, мячик. Но поменьше. Вот такое вот пианино у нас как бы уже есть. Да, и вот это вот я хочу оставить на вырост ей. Но Денис уже достал у меня вчера. Начал все это смотреть. Здесь, кстати, даже есть радио. Вот. Начал смотреть. Здесь, короче, разные мелодии. В общем, оно по типу такого же пианино. К нему тоже идет микрофон. Но оно просто несколько побольше. Вот. И здесь тоже всякие режимы можно переключать. Соответственно, да, Бусь. Вот. Бусинка уже тянется. Она уже вчера с папой играла. Поэтому она помнит, что здесь много всего есть. В общем, еще вот такое вот нам пианино подарили. Я его хочу убрать. Пока Юнки давать на растерзание вот это. Здесь есть, кстати, всякие мелодии. Вот. Видите, здесь уже на русском. Она оформлена не так, как это черненькое. Вот. И здесь есть разные мелодии. Плюсом ко всему можно включать. И играть тоже по-всякому. И еще вот у нас теперь еще вот такое вот пианино добавилось. Еще вот такая вот ходила. Короче, ребенок у нас будет музыкальный, всесторонне развитый. У нас просто тетя еще до этого, она нам дарила книги всякие там, короче, по живописи. Ну, там в основном, да, что-то там про художников. В общем, все такого прочего. Про галереи, по-моему, про наши. Вот. Поэтому Юнка у нас будет такой ребеночек, разносторонне развитый. И вот, и еще я шприц сюда медицинский принесла. Вы посмотрите, какова невеста растет, какова невеста. Вот. Но это, на самом деле, не все подарки. Я так уж вам показываю, что где вижу, чтобы просто поделиться впечатлениями о тех игрушках, которые нам подарили. И, конечно же, вырастить еще раз благодарность нашим родственникам за то, что они так заботятся и так внимательно подходят к выбору подарков. Потому что, на самом деле, это дорогого стоит. И еще та же тетя Наташа подарила Юнке вот такого вот красивого друга. Да! Зайку. Вы посмотрите просто, как он чудесно сделан. Это у нее коллега на работе делает все это вручную. Вот такой вот даже свиторочек она сама вяжет. Очень приятный тактильно вот этот вот зайчоночек. Тетя у нас уже его отпарила, чтобы Юночка могла в него играть. Но мне так рано даже вот, ну, пока что не хочется ей, чтобы его давать замуслякивать. Тут и ручки, посмотрите, вот так вот двигаются. И ножки тоже вот так вот двигаются. Я думаю, что даже вот в возрасте постарше это может стать ее такой друг для засыпания. Да, Буся? Очень хорошая зайка. Очень красивая. Ну, вот мы его уже муслякаем. Вот. А помуслякать, кстати, она другую игрушку подарила на сейчас. Муслякать был подарен вот такой вот ослик. Тут, видите, есть грузунки. Грузунок вот этот вот. Грузунки есть вот здесь, вот на лапке. Плюсом ко всему здесь хвостик такой. Весь он шуршащий, прикрепляется к кровати, так понимаю. Вообще игрушка, в принципе, такая. Она с первых дней жизни, мне кажется, актуальна. Даже такая первая игрушка. Мы, конечно же, уже немножко вырастаем от таких игрушек. Но пока что, в принципе, юнка тоже ее таскает, что-то смотрит. Ушки где, глазки. То есть, можно даже для обучения ее использовать. То есть, ослик, где у ослика глазки, там, допустим. Где у ослика ножки. Не знаю, где у ослика седло. Вот. То есть, в принципе, игрушка-то классная. Я бы ее даже пораньше бы начала использовать. То есть, прямо с первых дней жизни. Сейчас, конечно, юнки уже меньше интересны. Но, как видите, она все равно таскает все. Это все равно играет. Все равно пока что еще остается актуально. Но, в общем, если видите такие игрушки, мне кажется, вот в первые месяцы вообще супер. Супер, как первая игрушка. Вообще отличная. С другой стороны, она такая большенькая и тяжеленькая. Что совсем малышам-то, наверное, тяжело будет с ней управляться. А вот таким нашим подросшим деткам она прямо вот самая и оно. Ну, в общем, все-таки решила сходить сейчас в Москву сегодня вечером. Как я уже говорила, я планирую три раза в неделю ходить. Решал в бассейне народа много. Не пойду, наверное. На юге тоже много было. Короче, такое ощущение, что в новом году все решили начать жизнь с чистого листа. Все стали какие-то тренировочки. Короче, народу реально много футболистов. И на юге было много, и бассейне много, и портовка вся занята. Удивительное дело. Начало нового года. Интересно, как долго мы все протянем. Подключила юнки маленькая пианинка. Но что-то она, походу, интерес уже к нему все потеряла сейчас. Не хочется ей с ним заниматься. Какая-то серьезная вся. Ищет что-нибудь новенькое. На этой прекрасной ноте я буду с вами прощаться. Да, малышка. Желаю вам успешного начала нового года. Чтобы все ваши мечты в новом году сбывались. И чтобы все было хорошо. Надеюсь, что эта неделя будет легкой. Несмотря на то, что недавно только закончились наши затяжные праздники. Что мы войдем в рабочий ритм легко и уверенно. Ну, а кто-то просто в свои мамские будни вместе со своими пирожками будет опять проводить много-много-много времени. В общем, всем всего хорошего. Пока-пока.